После долгих лет с Китаней вы наконец нашли новое пристанище под названием Абсолют. Однако за богатство и технологии нового мира еще предстояло побороться. Возглавьте одну из шести наций и завоюйте право на трон. Настало время отправиться в далекие миры и проявить свои амбиции космоса. Привет, друзья! Меня зовут Илья, вы смотрите стрим на канале ОМГеймс. Первый вопрос был про то, как я отношусь к амбициям космоса. Я очень давно хотел раскрыть эту всю ситуацию с амбициями космоса, потому что получилось все не так однозначно. Мне нравятся ребята из Гимминот, и как компания, и как люди. И поэтому я пошел им навстречу, когда они меня попросили в краткие сроки сделать обзор. Получилось это с трудом, потому что приходилось монтировать в декабре очень долго, нудно, трудно. Приходилось не спать ночами, я спал, бывало, по два часа, и просто как зомби шатался потом. Вот, и все-таки я их сделал, потом мы сдвинули сроки. Монтировать пришлось без прототипа. Почему он и получился такой, ну, компьютерный, как бы, рисованный, со всеми этими фишками, свистелками, переделками. Ну, потому что было просто нечего снимать в кадре. И я залегся такие обзоры делать, потому что это такая труба. Это очень долго и тяжело, особенно с моим перфекционизмом, когда нужно все сдвинуть вот на именно эту точку и так далее. И там было очень много слоев наложено друг на друга. Но это хороший опыт, как всегда. И что я хочу сказать по амбициям космоса. Когда я в них сыграл по скайпу с Сергеем, с одним из авторов, и с игрой сыграл со вторым из авторов. И мы провели несколько раундов для того, чтобы я просто вкурил, что делать в игре вообще, про что мне снимать. Потому что мне не хотелось вот прям тупо по правилам делать. Хотя это получились, по большому счету, видеоправила, да, я все равно там немножко пересказал их. То есть я не чисто вот по их там книжке шел, а по сути пересказывал сам. Вот. Что я хочу сказать. Мне... Давайте я немножко забегу вперед. И мы потом обсудили эту игру с Филом и Дэном, с канала твоей игру. Они сказали, блин, Илюха, ну это ж калька с цивилизацией. Я такой, блин. И я побоялся реакции, потому что подумал, что вот меня там сейчас сольют, что там... В общем себе чернухи напридумывал, но доделал, опубликовал. И как оказалось, все не так страшно. А мне самому на самом деле игра в первую очередь напомнила больше Twilight Imperium. Но знаете, такой вообще лайтовый. Потому что она играется очень динамично. Ходы проходят быстро у игроков. То есть даже, когда там нужно будет подумать чуть ближе к концу, когда будет более растянута фаза политики, потому что игроки начнут перетягивать одеяло друг на друга. Все равно вот там Игорь отвечал, что игра будет длиться не больше трех часов. Вот. То есть именно из этих оригинальных моментов я и согласился работать с амбициями космоса, потому что мне искренне понравилось то, что придумали Сергей с Игорем. Там очень интересная политическая фаза. Можете посмотреть обзор. Мне кажется... Я там недостаточно подробно, конечно, об этом рассказал. Но прикольно то, что сначала вы голосуете за сенаторов. То есть кому отдать сенатора, да? Причем 8 сенаторов в Совете не обеспечивают игроку победу. То есть тут тоже нужно еще с умом распределять. Игроки, чтобы отдать кому-то сенатора, они могут друг друга, естественно, подкупать. Ну, все, как в таких играх, да? И они могут... В зависимости от того, сколько у кого сенаторов, они вот этим количеством голосуют за принятие законов. То есть это такая двухступенчатая, понимаете, фаза. Очень прикольная, мне кажется. И она меня вдохновила. Мне понравилась... Ну, пирамиды, естественно, напоминают цивилизацию. Но надо сказать, что и в Twilight Imperium тоже есть. Там не пирамида, но там вот такая система, когда тебе две или там одна карточка обеспечивает... Ну, кстати, одна карточка, да, там получается, что облегчили как раз в Twilight Imperium 4 вот эту систему развития технологий. Но там по большому счету тебе одна или там две карточки обеспечивают следующую. То есть это тоже такое нормальное построение. Просто она не выведена в пирамиду. И упрощена в Twilight Imperium 4. Так, вот такой момент тоже оригинальный. Что касается... И бой! Бой просто! И я вообще... Ну, я не знаю, насколько там все это будет хорошо работать. Но по описанию выглядит очень круто. То есть представьте, что у каждого игрока есть флот, и в этом флоте есть несколько кораблей карт. Я не видел такого ни в Eclipse, ни в Twilight Imperium. То есть там понятно, что там тоже летают флоты такие, да, но сама механика, она завязана на картах. То есть игроки, значит, когда встречаются два флота, они разглядывают свои карты соперника, изучают колоду, и потом в зависимости от этого составляют свою колоду. То есть они рассчитывают, какую, скорее всего, игрок выставит карту первой, и что ему противопоставить. Мне кажется, это очень круто, интересно, оригинально. И так даже свежо, я бы сказал. То есть вот эти две механики, именно политика и бой, они меня вдохновили на то, чтобы сделать этот обзор. И они меня как-то отбросили, у меня мысли о том, что эта игра прям калька. То есть она действительно похожа, они наверняка чем-то вдохновлялись, но это нормально. И пока для нашего молодого российского рынка это вполне нормально. Вот, так что я положительно отнесся к этой игре, и мне интересно до сих пор сыграть партию целиком, изучить игру, но, может быть, даже не одну партию. И, я повторюсь, она выигрывает еще и тем, что она динамичнее и быстрее проходит, чем, например, «Цивилизация Сидемейера», предыдущая, не «Новый рассвет», а вот которая была у нас, да, на рынке, до этого, да. И перед ней, скажем так. И, конечно, несравнимо быстрее с «Вайлот Империум». Поэтому, в целом, я отношусь к амбициям космоса хорошо.